ой 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 друзья как ваш ничего станислав здравствуйте владимир здрасте извиняемся вообще бешено просто что за шкал шквал вообще вот здесь вот так сейчас потише сейчас всех откроем сейчас все запустим друзья сейчас со всеми красиво поздороваемся и просто такой денек такой сегодня денек когда я на втором канале знаете ли очень громко разговариваю еще пересвечена камера постоянно отваливался только не говорите мне спасибо постоянно отвалившиеся станет валюши ся почему 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 у айга вас отвалилась нет у нас не творилось ничего не то сейчас нет сейчас не творится просто вижу меня лицо какое-то и как его звали помощь певицу хотя может быть и не могу кто его знает кто его знает или может это монитор такой я вообще не понимаю что ты не стри какой все все пересвечены к ебени матери конфигурия сейчас вот так это происходит вот это как в этом казино как говорится ой саня можно вот так сделать провода есть фильтр сиера сиера не уверен короче сегодня мы играем в astral chain давай это новая игра для нинтендо свитч это эксклюзив да и это новая семнадцатая по счету игра но восемнадцатый год платином games когда мы с ариком недавно или стрим с геймском и я ляпнул что пойдет им геймс не делают плохих игр вот алик метод же поправил сказал что вот там трансформер черепашки ниндзя и это действительно так но фишка в том что ну видимо это такая стратегия они зарабатывают деньги подписываясь на какие-то проекты по франшизам и делают на самом деле нет такие уже позорные игры можно увидеть что там и у черепашек и у трансформеров оценки типа 6 7 что в принципе такое но но калитка с вами они делают другие игры и я бы сказал абсолютно потрясающе вот начиная самых первых там это mad world о mad world черно-белый с бензопилой конкретно ну блин это запоминающаяся игра согласен я не было никогда но я помню mad world да по крайней мере визуалом потом там понятно bayonet vanquish тоже очень прикольная игра выходивший макси на playstation и на пика из не ошибаюсь metal gear и vengeance тоже отличная и последняя оригинальная игра от платинам games это была неравтомата до который вышла на playstation и насколько я помню на пик она тоже вышла вот очень прикольная приключенческая игра и насколько я понимаю ее создатель он же режиссер астрал чейн ну и меж тем на 25 месяц подряд подписывается harvey бердман на двадцать седьмой месяц подряд подписывать затворник кейт и на 34 месяц подряд подписывается пилигрим привет друзья мы снова на связи неделя 1 сентября у вас как проходит у нас у нас что-то очень все плотно и по деловому и как это принято в в будние дни стрим запускается не сразу и все такое в общем вернулись к работе называется да конечно петь и гораздо громче что же петь и говорит микрофон начинается опять вот это вот петь и говорит микрофон элвис помни про элвис а что элвис ладно держал микрофон далеко очень ну тогда были другие микрофоны так а где мой кружбан я вот все сделал вообще важный вопрос все выключай да и в общем астрал чейн кроме прочего у platinum games интересная история именно с тем с какими издателями они имеют дело и вот там еще упомянули wonderful 101 она как и байонета и как и астрал чейн как и вторая байонета и астрал чейн они выходили только на консолях нинтендо и пока не предвидится что они выйдут где-то еще вот но и первый байонета выходила на всем чем можно и ванкуш выходил где-то и были я думаю многие знают у них контакты с microsoft и они хотели делать для делали для них игру скейлбаунд которые в итоге отменили вот так что студии востребована на западе как видно и вообще востребована у издателей вот поэтому имеет много вариантов как работать как себя творчески проявлять и лучшие образцы их творчество это то что они делают сами по своим сценарием по своим задумкам и так далее скейлбаунд блин по-моему там было да какое-то продолжение но я не помню какое скейлбаунд я вот остановился на том что ее отменили потом что-то было не помню что это которое должно было быть эксклюзивом для xbox one без x еще это было to good to be true и этого не произошло да 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 я помню именно так это называлось стади бой с футболками по грайн духе женщины конечно с футболками по грайн духе что они в работе готовы принты все как на том стриме в общем-то м ну или окей хорошо но вот первая буква кто-то становится метна мета потому что игра это соуме то отлично вот и в общем осталось все это дело произвести я не могу сказать что это за малым потому что мне позвонили лет хотим приехать за бирками приезжайте по мне пишут я уже сплю спите я с утра пишу спал все после этого за бирками ко мне больше не хотел никто приехать я полу шучу но в общем короче все требует в общем отдельных усилий которые мы прикладываем для того чтобы футболки новые появились к комик-кону работа работаем именно над этим у меня уже я не знаю я не могу у меня уже невроз нервоз да да вергил тебя тоже с началом нового стрим сезона подожди а ты продолжался продолжаешь свою игру это я сейчас создал почему не дефолт мы начнем тут нет ничего дефолтного ну точнее есть но зачем вот смотри какая ушастая неудачная прическа короче ческа странная я решил сначала показать начало игры потому что она довольно бодра и ну там во многом показательная а потом показать что будет когда ты прошел уже сюжет и в каком состоянии твой герой и так далее начинается стрелочейн очень бодро ну надо признать что так начинаются многие блокбастер с какой-то эффектной сцены где используется оригинальная механика не факт что она еще повторится ты можешь вот так вот классно уворачиваться вот сейчас увидишь чего вот и стрелять по всем это довольно такой типичный яркий яркий экшен от platinum games быстро но это интро риме сильно ярко вот если не ворачиваться ты врезаешься как часто ты впоследствии будешь кататься на мотоцикле заниматься я рассказывал об этом лицензии фишка в том что в следующий раз ты на мотоцикле вот так вот прям кататься будешь ближе к концу игры только отлично и это важно это показывает то насколько platinum games старается кормить игрока как можно более свежими механиками постоянно часто и часто их менять предлагать новые всегда предлагать новые и если использовать старые то нужно чтобы был какой-то разнос между между их презентации то есть там начале конце и так далее конечно здесь есть много всяких репетитив повторяющихся штук их просто очень сложно избежать но то что уже в этой игре сделано вот в этом плане в плане как вот стремление к разнообразию это блин вызывает уважение ну блин чё сказать японская игра у них огромный опыт за плечами вообще в они в курсе всех вообще возможных игровых механик как их использовать и так далее вот и им в принципе особо ничего нового придумать не надо просто придумать каком порядке эти механики показывать как и встроить как их подать и именно как видеоигра astral chain она прямо очень хорошая в ней там свой какой-то тупой анимешный сюжет ну как обычного platinum games во многом безумный но при этом он тоже чем-то цепляет но главное это все таки геймплей street cowboy пишет нет так будете играть всю оставшуюся игру ехать и стрелять до до шейдера на заднице сначала показалось что это вырез про задницу я читал прям отдельные плотные отзывы за с арс его но это в ней нет это в ней автомата была бы stars ever а это 2 best stars ever но без сомнения потому что те же самые разработчики вот и в жопах они тоже знают толк вот это круто директор так как из а то урок я не уверен короче что он же делал нир но блин короче это он точно знает это все платинум и один из элементов которые здесь очень важен здесь получил развитие это именно альтернатива режим у изи какому-то легкому уровню сложности здесь выступает режим on chain мы по моему в нем играем и он идеален для стрима потому что в нем ты меньше всего да они знают толку право этого не рдела йоко таро он неисплатил да сорян сорян йоко таро тот самый упоротый чувак блашкович я не понимаю почему ты думаешь о нас хуже чем чем надо ты что думаешь мы идиоты буллет спрашивает игра только для switch да к сожалению игра только для switch и реально глупо об этом как-то рассуждать жалеть но блин это факт мне это просто очень не нравится методов все время горит от того что какие-то игры оказываются заперты на консолях на некоторых никто не может них сыграть и по сути в некоторых случаях это может быть единственный повод купить эту консоль то есть если у вас есть пика единственное что по хорошему должно заставить вас купить ps4 ну по моему это было абсолютно то а дальше ну блин ну короче хрен знает там ладно рдр но но да но вообще эксклюзивно запретить в общем спорную историю да и вообще будет я я хотел бы вам сказать что вот эту вот формулировочку ожидается ли релиз на полноценные консоли вы оставьте пожалуйста вы оставьте потому что switch это есть полноценный консоль а что ел вы можете взять с собой а все остальные вы не можете понимаете вот это вот признак полноценность мэтт макс отчитывается о своих музыкальных похождениях согласен юрия хип сопли джейфсон аэрплей ничего назарит не соглашусь не люблю а херов the dog мне кажется мэтт макс это первый и последний альбом назарит к этому надо слушать поэтому я когда-то читал в принципе уже кто момент догадался при всей полноценности консоли nintendo switch надо признать что astral chain это один из немногих блокбастеров на ней вот прям серьезно ну если так подумать я видел фотку смешную где у чувака два карика коробка зельда и astral chain и как бы подпись вторая игра для nintendo switch вышла у меня на самом деле ровно такая ситуация у меня все остальное в цифре но какая-то доля правды в этом есть на самом деле вот такие прям блокбастеров на switch это не очень много вот и и будет не очень много потому что у nintendo другая стратегия но да 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 вот и там выход ведьмака скорость свои до офигенное событие все еще но этого слова полноценности то есть блин мультиплатформы все же недоступна на ней и я недавно подумал о том что лучше на самом деле комбинация игровых платформ это пика и switch вот в таком случае ты пропускаешь конечно там bloodborne и так далее но и там хейла я не знаю что-то еще но хотя эксклюзива microsoft уже не пропускаешь практически никогда но в целом да вот так switch и пика пика позволяет тебе играть на всем на всем во всю мультиплатформу за меньшие бабки да это ранняя стадия игры ты здесь пока сражаешься один и ты довольно слаб а потом у тебя появляется тут дружба у тебя еще не появлял не появился твой кореш и показать дело такое что ты просто вступил в полицию вот и трешься где-то рядом с элитным подразделением нейрон которая захомутала какое-то количество этих легионов астральных тварей и регионов такие же астральные твари как те против которых вы в итоге сражаетесь или нет ну короче честно говоря тут такая дремучий терминологии я не до конца в ней разобрался но в целом они они все астральные химеры ты сражаешься больше с химерами легионы это ну можно сказать природу прирученные тобой химера как-то то sony boys но ты теоретизируешь мы-то говорим о том что уже есть на ps4 не ласта фаз 2 не цусима недостроены до пока на ней нет и мы не знаем на самом деле вы говно три года не выйдет не ли говно не не выйдет конечно все будет нормально но я утрирую естественно но короче мы о том что уже состоялось я в этом состав сам согласен что главный повод взять ps4 это блатбор абсолютно это мое мнение окей это наше мнение нет нет так для меня просто рокстар это на самом деле не маст не всегда мастхэв согласно граммольная штука я понимаю но да да я примеру ордер до сих пор я тоже единственная игра более того единственная игра от рокстар которая прошел до конца это red redemption 1 вот смотрите кстати вот по 2 я получаю немало удовольствия но что-то меня на очень долго не хватает вот по этим дерганям можно понять в каком на каком сейчас уровне персонаж мой он довольно слаб вот кроме того мы сейчас выхватываем очень сильно потому что мы впервые встретились с врагами невидимыми о чем мы и говорим по рации нашему начальству чуваки что за дерганет и мишу ну вот эти эту она так ворачивается впоследствии когда он начнет когда она будет набирать уровень а там будет делать там более четкие сальто и так далее в общем да это одна из первых встреч с химерами и вот одна из первых встреч первая встреча с легионами вот мы видим легионы у кого-то поначалу легионы есть у какого-то количество участников этого элитного подразделения нейрон но так будет они друг на друга похожи да они похожи на химер этот пес какой-то да это пес его мы получим попозже всего в игре 5 видов легионов и это основа всего разнообразия игровых механик пластрал чейн который поддерживается при этом еще прикольным лавил дизайном и в целом тем что платином games постарались сделать так чтобы игрока не заебало это очень важный на мой взгляд история из-за которой многие игры просто я к примеру дропу какой там не знаю assassin's creed одессе я очень люблю но блин не готов вообще всирать до нее столько времени хотя скорее всего и пройду но сука из-за телефона из-за этого сраного пропустил развязку заебало двигать тачки тачки это мой батя это моя сестра или это мой брат твой брат мой брат да я играл за мужика там была моя сестра да да вот это портал в астральный мир вот с помощью этих штук которые держат герои они собственно управляют этими собаками ну существами астральными среди которых появится предпринципе и в том числе какое-то подобие собаки и вот мы получаем в свои руки это устройство и учитывая то что мы просто черпаки и салаги и так далее все очень удивлены в общем это неожиданное событие спасибо спардаш ты спардаш я буду называть его спардаш спардаш да 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 если петру пара не пара я не играл я в принципе не очень люблю такие игры да я могу сказать что эта игра она в ней много всего от платином но кроме в головне и много всего еще других игр там не знаю включая ведьмака зельду то есть игр которые здесь общечеловечески крутые даме на механик механик просто механик вот ну а то же здесь такой сюжет ну да аниме но блин это прикольно это вот тот случай когда слово дурацкий это положительная какая-то характеристика да здесь дурацкий аниме анимешный сюжет но ты не всегда хочешь серьезные щи согласись до 100 процентов времени хочешь сюжетов на серьезных счетах в том-то дело что серьезные щи очень сложно выдержать и правда когда очень многие игры обсираются жидко из-за того что они пытаются сделать там серьезные щи но геймплей на они беспомощные они заебывают и это плохо выглядит вот да райзинг вообще супер вот в общем то мы впервые бьемся вместе с легионом базовая история такая что ты вот так держишь его на поводке можешь его подзывать к себе можешь его пускать в атаку и он будет всем начищать лицо но это не все что умеет даже базовый легион ну и кроме прочего ты можешь как бы вместе с ним биться да и пока у меня ограниченный функционал я не могу сделать с легионом многие вещи но так это выглядит так нам дает понять что вы типа не один но и при этом я могу его так двигать его смотри я вообще не принял вас смотри тут довольно вот я могу им двигать с помощью шифта и могу например попробовать что плюс вот так вот обмотать чувака и заковать его в цепи использует поводок блин это реально и ты его без вижу да я его без движу на какой-то без движу на какое-то время вот макс третий раз проходит rdr ну блин я на самом деле это я могу понять вот как проходить третий раз там видимо какого-то ну вот мне не ну там там все еще глубже сильно так а донат у нас высвечивается да и сейчас не светится никаких шкал но шкалу появится здесь очень много инфографики на экране не во вторых очень много информации очень много механик нужно выучить самого начала игры поэтому это подается очень постепенно сейчас обрезанный функционал у легиона ты много чего не знаешь и можешь пользоваться им неограниченно потом окажется что нельзя пользоваться неограниченно потому что у него там есть свои кулдауны и вот это первый я не знаю босс или мини босс здесь столько боссов что и отношение к ним соответствующее у большинства боссов даже нету шкалы здоровья то есть а да вот этот вот процесс вот буду даем битвы с ним это череда просто каких-то ударов он должен пропускать какой-то урон но в целом ты вот до какой стадии доводишь и потом он сдается и вот не шируешь ну у некоторых боссов при этом шкала здоровья есть а ну вот чем ты здесь у школа легиона появилась вот видно как она бывает время и время его надо переселить если такие секции но они тоже не повторяются на самом деле вот это по моему единственная секция где-то от вот чё там уворачиваешься в таком тоне ну почему бы и нет типа ну кстати это прикольно да 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 почему бы нет час но выхватываю ай вот это вообще сатанидзе легиончика добрая музыка пошла добрая музыка японская тут 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 да и это между прочим помимо того что это прикольная эпичная сцена это еще и знакомство с еще одной механикой то что тебя легион может подтягивать на этом поводке к себе вот и по моему сейчас будет еще одно а ну да это просто эффект да в общем ты произвел фурор вот батя у тебя такой берег еще безчувственный и вообще походу возражал против того чтобы шоу работать полицейским вот огромное количество инфы оценка этого перформанса за демоны что это за твари откуда они из астрала что это значит астрал другое измерение астральный мир то есть просто другое измерение все ну да блин что звездный мир да по сути как портал вата из дома я не знаю только астральный звездный это своя атмосфера своя интерпретация параллельного измерения вот в думе это ад из которого прут демоны здесь астральные в астральном измерении существует химера и прут тоже в наш мир в принципе тут всякие горгоны сциллы ну такая мифология европеизированная потому что игра в том числе и и рассчитана западного игрока а у японцев на это свой особенный взгляд они там любят смешать как-то смешно подать и так далее кстати образ главного героя придумал чувак не из platinum games довольно известный аниме художник забыл как его зовут но он сотрудничал с акиры триямы например вот еще одни титры несмотря на то что здесь глупо глуповатый такой наивный сюжет здесь прикольные колоритные персонажи обаятельная и в общем да так игра подается заставка в стиле сериал 90 заставка в стиле сериал 90 да и тебе показывают и тебе показывают в принципе то что будет происходить без особых спойлеров я сказал про дизайн главного героя потому что он на самом деле прикольный вот это дарк хиро фичер сонг синяя форма футуристическая это круто и в целом дизайн персонажей здесь ну прям хороший а одного тут здесь босс по имени кайл у него вот он его мельком показали у него на одежде элементы гардероба это голограммы вот я looking forward увидеть это в киберпанке потому что если этого не будет я не покупаю эту игру но это прям очень киберпанк и очень круто да музация соответственно но дальше стас когда приехал он запустил игру уже там со своего сейва может со своего сейва или что сейчас короче еще чуть-чуть ну давай тогда так продолжать просто я расскажу тогда и там играл вообще какое-то супер необычное музло для игры на свитч а это музло сейчас будет а ну все тогда отлично я только ради музла хотел про сейв вспомнить мы выберем Unchained чтобы не морочиться что такое Unchained Unchained это как я сказал стиль где у тебя как я не сказал я писал об этом в статье у нас рецензия вышла за несколько часов до стрима короче Unchained это из режима в котором у тебя все бои автоматически вот то есть тебе чтобы чувак начал что-то делать там в бою надо просто нажать кнопку дальше он будет сам ты при этом можешь перехватывать управление что-то там выпендриваться ну а сам стреляешь при этом сам может стрелять если хочешь но вот прям какую-то работу тяжелую выполнит комп он по-быстрому доведет там до кондиции ну как у всех твоих коллег вообще цикл вертолет крутой без пропеллера это на самом деле распространенный фантастический дизайн но Platinum она в том числе и хороша в освоении этих клише фантастических это наш начальник чувак вы увидели его в начальной заставке чувак который в общем-то научился Виктор Зуев который научился худеть сажать Грей Руш ура после Oni бета вновь играет японскую дичь я не играю я не играю Oni была первой и последней японской дичь ладно ну а Dark Souls Bloodborne считается японской дичью ну хрен знает а столько игр на NES считается японской дичью нет конечно вы мне будете про японскую дичь рассказывать да слушайте это такое да я в ER кунг-фу дошел до толстого с цепью это короче такое обобщение японская дичь бывает очень разная твою мать японская дичь ну ебаный ну ты рассказывай японская дичь бывает разная и да у From свой хороший японский подход вот это видно просто на примере Bloodborne того как они освоили лор Lovecraftian и там Bram Stoker Bram Stoker Bram Stoker в общем-то вводят нас в курс дела поэтому в курс дела могу вести я да человечество в опасности какая-то красная дрянь из астрала заполонила в общем планету и вместе с ней врываются в нашу реальность химеры которая которая невидимый человек невидимый человек классно как и 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 но и и и и и часть сути утрачена. Вот на самом деле и все различия. Ну да, ну там какой-то размер экрана, что-то там дэдэ, но это уже вообще пофигу. То есть, типа, не так важно, как возможность играть в коопчике в Double Dragon. Я сейчас в порядке исключения играю с экрана, я играю всегда в портативном режиме. Абсолютно так. В общем, нам доверяют сражаться с этими химерами. Помню аниме, где у чувака вместо руки появилась школьница, не хентай. Могу сравнить игру с Ванквиш, а, ну, блин, в общих чертах, там как-то визуально, по ритму, по скорости, в сражениях, да, она похожа на Ванквиш, но Ванквиш намного больше экшена. А, ну и Light к Док Станце не коннектится, то есть только портативный режим. Да, да. Ну и, короче... А можно только портативный режим, но с отсоединялкой. Да хрен. Потому что отсоединялка, это же в том числе пропортативный режим, когда у тебя есть только планшет и только джой-коны. Ну, она еще и дешевле стоит. Ну и вообще ты можешь купить джой-коны ведь отдельно. Ну да. На этот там расчет, чтобы продать еще больше джой-конов. Да, да, да. Короче, про Ванквиш я могу так сказать, что Platinum Games, она прогрессирует от игры в игре, и это логичная, вот... Это игра логичная ступень эволюции Platinum Games. Прям... Хороший шаг вперед. А Ванквиш это игра 11-го, или кого там, 10-го года. Да, вот эта история с Nintendo, которая не кладет зарядники в коробки, это просто жесть. На самом деле, Nintendo... Ну, она к 3DS не клала зарядники в коробки. На самом деле, Nintendo это реально прекрасная компания, которая заставляет тебя делать абсолютно сраные вещи. Например, сегодня я завел липовый аккаунт в Твиттере, чтобы вытащить скриншоты со Свитча. Как бы... Ну, по-моему, с бокса или с PlayStation тоже как-то скриншоты проблематично вытаскивать. Ничего подобного. В боксе ты в облако заливаешь, потом из облака скачиваешь на том устройстве, на котором тебе нужно. А, ну, наверное, это еще и решается тем, что если ты подключаешь флешку, да, у Свитча это тоже работает. У тебя есть флешка, да? У меня нет флешки. Ага, вот именно. У кого сейчас есть флешки? Так, Find Max and Alicia. В общем, это наша база. играет та самая музыка, о которой говорил Петр. Да. У нас все опять, что ли, заглохло, тварь! Ну, блин. Вот, блядь, знаешь, есть такая вот... А в прошлый раз PlayStation была ведь, да? Да это упорят, скорее всего. Да вот, блядь. Да че, ты хоть бот, блядь. Все разваливается, соня. Вот, я вижу много сравнений с Sony, но Они все-таки делала банджи, да? И это... в какой-то степени противоположный пример, потому что, вот, Platinum Games, они, как и... как и, я не знаю, там, Гаити Суда, они делают свои, там, японские игры для, в том числе, и западного потребителя. Вот. А банджи, это обратный пример. Ну, точнее, в банджи, я не знаю, какие там были продажи у Они, я не помню, зачем они вообще делали у Они, но... это все-таки обратный пример, потому что банджи топ в западной студии. Оплатил нам это чисто японцы, которые вот... успешно пытаются... в западной мифологии. Наш батя со скепсисом, в общем, смотрит... на нас. Джин пытался рассказать нам, чтобы вы его напариться не лучше. Ага, это же звонок, который вы игнорали. Так, что в том числе, банджи? Если я никогда не изменил твои банджи, ты не можешь называть меня папой. И ниже ты, Аккир. Я уверен, что Джин может обеспечить его. Если нет, что я могу тебе научить, то он не может. Ах, он просто дактинг. Вы знаете, что он просто беспокоит. Алисия, почему ты продолжаешь это делать? Ну, что? В общем, он должен быть На самом деле, сейчас секунду... Ой... Надо потом посмотреть... Ну, есть русское издание игры, и там сзади написаны всякие вещи на коробке, так что... Сейчас я просто кончусь, блин... Мы сегодня, кстати, заметили, что... Заметили, что не хочет, конечно, ничего... Описание текстовое на коробке Astral Chain, оно, в принципе, подходит... Да? К описанию игры Control. Подходит, да? Слушай, ну это просто уже невозможно. Да это невозможно. Это невозможно, блядь. Да, блядь, если неделю хуёво начинаешь, блядь... Если так подумать, за всё поколение... Она началась хуёво вчера ещё, блядь. Да вот я про неё и говорю, про вчерашнюю, вот это начало вчерашнее, блядь. То хуёво так оно и будет продолжаться. Вот... Кольт 4.3.7... Ээээ... Ну, не то что прав. Другие студии тоже делали, конечно, хорошие игры, но... Платинум Геймс и Пром, они стабильно доставляют топчик. Это круто. Короче... Тренировка это обязательная часть Астрал Чейн, и при этом она же самая прикольная. Ну, ёхо господи, не самая прикольная, но такая же прикольная, как и вся остальная игра, потому что здесь ты осваиваешь. Эээ, да. Хорошо, всё нашелаю. Время начинать. Такой... Тихо не, классный. Да, очень-очень хорошо. Я причём сначала, когда услышал эту музыку, я подумал, как скоро мне она надоест Но прикол в том, что даже на базе в этой игре ты оказываешься довольно редко А, или это у тебя стоит на паузе Не делай так больше никогда! Сейчас главное не тупись Играй быстрее, давай вперёд! Ой, кошмар, друзья, извините, сегодня какой-то такой день У нас всё время отваливается карта захвата, то ли карта захвата, то ли ОБС И теперь у меня уже фантомный отвал начинает происходить Ставят на паузу, или она возникает, я сразу думаю, что всё зависит Каждый раз приходится вставать Доступно новое обновление, Razer, вставь! Давай поставим, надо перезагрузить комп сейчас, короче Всё случилось из-за вот этого списка Паскудство Короче, вот это база, которую вам надо выучить Для того, чтобы нормально себя чувствовать А я не знаю, а стоит ли мне вообще что-то делать, или меня дальше так пустит Давайте попробуем Давайте атаким Олд-фэшнед-уэй, ноу-леджин Вот сейчас у нас, кстати, можно посмотреть, какое есть оружие Это, на самом деле, одна пушка Как и в контроле, да, одно оружие Но здесь оно и... Иди английский учи Оно и ближнего боя, и дальнего боя Вот Причём есть маленький меч, есть большой меч, по-моему, есть автомат И со временем, когда ты вкачиваешь себе уровень, у тебя это просто улучшается Тупо, ну то есть меч становится, там, к концу игры огромным, как надо Размером с дом Стрим, как Стас спит На фоне чёрного экрана Спасибо за подписку, Майнскайпик Один из ветераннейших На этом меня игра потеряла Пишет Анилнов Хотя все эти слэшеры про жёсткие комбо Вообще не моё Ну, не знаю В том-то и дело, что здесь нет никаких жёстких комбо Вообще много... Блин, ну вот Я чё-то прослушал И я не понимаю, что это мне хочется Чёрт Ну что, блядь Ты забыл, где эта кнопка? Да, блядь, нет, мне кажется, я всё делаю правильно Я, кстати, тоже периодически смотрю на геймпад свеча и такой Я точно нажимаю то, что нужно нажимать Потому что ещё когда играешь На трёх консолях? Нет, когда играешь в такой конфигурации Немножко меняются кнопки Точнее имеются расположения Да, да, да Ну и плюс ещё после привычки с Xbox Блядь, я атакую, что ты хочешь? А, всё, слава богу Короче, так, critical attack, понятно Это точно так же не значит, Махнан, что надо играть на том языке, о котором ты пишешь Будь то русский, то русский, китайский, албанский или что-то Вот очень важно Апостолати Да Во-первых, вы правильно сделали, конечно, купили секера Но я надеюсь, что вы skilled player, иначе вы её просто не пройдёте А Astral Chain из этой троицы Это, на самом деле, лучший выбор для всех Потому что она Короче, Control Это вот типичная западная игра Типичный западный такой экшен Remedy сейчас как раз пытается Вот в этом потоке что-то делать Я, прям не знаю, я жалел людей, которые вот сидели, вот сидят и обсуждают Блин, вот говно, не говно, Control Не знаю, брать или не брать Потому что если бы была Astral Chain Давай играть, ты тренинг будешь мне показывать Которая намного разнообразнее, там, не знаю, чем Control То не было такого выбора даже Вот, так что вы сделали правильно Если что, Astral Chain тоже берите А Control, ну, блин, я бы вот честно Не могу, короче, посоветовать Это не то Или это обязательный трейлер? Ну это не, ладно, короче Хрен с чего ты вдруг упоролся в трейлер Я просто, да блин, потому что Потому, ладно А это типа заграждение, я правильно понимаю? Да, это заграждение нельзя выйти А ну вот Сейчас можно будет выйти Все окей Доупражнялся Я тебе говорил, Стас, играй дальше Пока все нахер не повисло What's next? Короче Надо потренироваться А, да, все, окей Постою, где я на месте? Теперь вообще ничего не работает Не надо работать, конечно До свидания До свидания До свидания Маленькая пятница Маленькая пятница Да-да, особенно у карт захвата имени Карди Би захвата Твоих захватчиков Ну ладно, предположим Мы сейчас Его в натрию Залезим тренинг Блин, я надеюсь Можно это сделать Видал как В принципе Эта игра Позволяет очень многое Поэтому Я думаю Хрен с ним Да, можно Можно не тренироваться Стримы Это не наши Да как сказать Да, по-любому Это Ариат Он так шутит Стримы не наши В той же степени В какой степени Не его душнить В чате, понимаешь Есть такие Не его Ну и не наши Да, походу 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 Он придется Стоять и держать Рукой У героя Довольно Непростые Отношения С сестрой Что Получит Развитие Походу Сюжета Точнее У героини С братом У меня Это был герой С сестрой Ну в общем Да, у нас тут Немножко соперничество Там Туда-сюда Ну в общем Да Ну в общем По пути Вам Вообще В любой миссии Вам кто угодно Может предложить Какой-нибудь сайт квест И на самом деле По большей части Это Ебанашка Которая упаривается По тару в игре Вот Едем дальше Короче Здесь довольно часто Предлагают сайт квесты И это не та игра Где нужно их сливать Потому что Эти сайт квесты Как правило Выполняются За 3-2-1 Но мы Все-таки Срежем Вот Некоторые сайт квесты Прикольные Например Если не связанные С поиском котов Которых Здесь можно Коллекционировать Точнее собирать В убежище И кормить Вы видели Это в начале Трансляции Я был в этом Убежище Мэд Макс Про Поиск Оф Дефол И спрашивает Почему Поиск Оф Дефол Не могут Нормальные песни Писать Пока их Рэмоди Не приглашают Писать для игры Поиск Оф Дефол Правда Это не какущая Абсолютно группа Но в Алан Уэйк Их Вот этот вот Вымышленный проект All Gods of Asgard Он реально крутой Потому что Им денег заплатили много Мотивировали И еще И еще Там действительно Все круче чем у них И еще Чем я имею ввиду В их авторском творчестве Еще круто Что В Рэмоди им конкретно сказали Напишите нам вот эту вот песню Она должна быть похожа Вот на это Им дали референсы Потому что All Gods of Asgard Очень похоже на Ози Осборн Этот читается Ну и много на что Когда они сочиняют Получается параша А когда работают Для коммерции Получается хорошо Так бывает Да The Rockstar Это Мне кажется Что тут Разве кто-то скрывает Что-то Диваны студии К сожалению Помочь не можем Зарегался Установлен пароль Не присылает на почту Может спам Где-нибудь там Вообще не знаю Это open world Или коридорчики Это скорее коридорчики Ну да Да Open world коридорчики Ну хотя блин Это open world коридорчики Open world коридорчики Да Ну как-то так Потому что Ну ты здесь да Ты здесь не можешь Туда-сюда как бы путешествовать по локациям Тебя все-таки С твоей работы отправляют там на место преступления Но тут есть постгейм прикольный Угу С разными миссиями Ну и это тоже не совсем open world В общем нельзя эту игру поставить в какие-то рамки Но можно сказать что ну просто на мой взгляд здесь многим вещам Создателям приключенческих игр от третьего лица с экшеном или без экшена Есть чему поучиться Как тебе новый Fire Emblem? Не играл Не знаю Знаю что такое Fire Emblem Кстати вот еще был вопрос Точнее был комментарий такой Что Назвали Astral Chain 1 из лучших игр года А Fire Emblem не назвали Угу На мой взгляд Fire Emblem она Более все-таки нишевая игра Потому что там пошаговые бои Ну типа гексагон у нее даже если она популярна и там это хороший жанр у нее намного меньше конкурентов вот в таком мейнстриме astral chain это прям приключенческий блокбастер прикольный без каких-то отталкивающих механик он более расположен для широкой аудитории как мне кажется вот и поэтому между прочим наверно никто не особо не жалеет о том что fire emblem какая-то не выходит на пика но он когда такая игра к стрелчейн не выходит на пика все-таки нерв автомата тоже по моему кстати не сразу вышло да не сразу я концу но нерв автомата вышла на ps3 1 там были терки с playstation на ps4 это намного проще чем терки с нинтендо да вот эти вот прыжки с вертолетов обязательно и абсолютно на изичи абсолютно она самая лихая в надевание вот этих часов назад стоит ли брать ради astral chain свитч я вам блин я могу сказать что и уже достаточно игр ради которых можно взять это так да и вообще не ради не не ради каких конкретных игр а ради того что в принципе в игры играть вот так поэтому спрашиваю с чего слушать сиэтловский рок кроме кабейна если вы в принципе говорите про гранж он не весь сиэтловский я боюсь там ошибиться но вообще знаете что я я советовал бы я бы советовал альбом pearl jam 10 дебютный альбом pearl jam насколько я понимаю и сразу же супер turbo платиновый он достаточно мягко звучит и достаточно интеллектуальный при этом хоть и попсовый понятно первым джем знаю только клип its evolution сумерик он серьезный сегодня хочет меня доебать ну типа правда я вижу что по-доброму но вот серьезно не тот вечер сегодня чтобы начать через капу мне задавать вопросы от которых у меня и так горит очко достаточно я думаю того что в отличие от некоторых мы сегодня со стримом вышли до короче мы сейчас пришли на место происшествия и устанавливаем события ну блин вы такие сцены уже видели да наверняка там в каком-нибудь division там assassin's creed batman а трог стади и так далее basic ли здесь все похоже кто главный персонаж или всем по-немногому дадут поиграть я так понимаю наш главный персонаж один из близнецов вполне конкретно да это вполне конкретно там есть сюжет нормально да особенность твоего персонажа в том что он молчит надо все что он делает за во время игры он иногда хмы-хмыкает хохает ну понятно так понятно что он может говорить но не собирается это делать все остальные да нельзя пиздливые естественно в какой-то момент но не сразу опять же чтобы не надоест игроку здесь появится дроид дроид дрон дроид сейчас такой дроид сейчас мне кажется у меня значит это новое название бугурта дроид у вас дроид что у нас зависла игра опять да давай паузу сделаем короче перезагрузим куб потому что у меня есть ощущение что это уже не не железо вот мы к вам вернемся буквально через 10-15 минут я надеюсь все починится сложно начинать стрим сезона жить жить тоже не просто главное искать любить это дело вот поэтому есть определенные трудности артаваст в отпуске ведь оставил после бардак справиться с ним не можем артаваст если смотришь это возвращайся ну что друзья мы вернулись добрый вечер снова вам вы на канале дисгастермен который сегодня постигает просто какая-то злая херня все разваливается все течет все из меня но мы не сдаемся потому что это сдаются только люди которые не любят дисгастерменный режим чат вот скажу чем рад что стал чей все вы здесь до сих пор может быть не все но мы все еще играем в астрал чей да и это новая выдающаяся игра для ниндэ я вообще не понимаю что происходит сука короче это такая дженерик сцена какого-то происшествия где мы расследуем общего обстоятельства должны узнать какие-то его детали этого преступления видим как все пошло прахом в общем у создания сцены преступления как я уже говорил до того как мы сделали перерыв все это похоже на и дивижен на батманца рок-стеди и так далее сейчас мы собираем показания зависла